Сегодня вечер. Я на своей любимой качалке. И я обещала вам записать видео «Обратная сторона медали». «Обратная сторона медали» – это видео больше о том, о сравнении. О сравнении и об некоторых неожиданностях, которые могут возникнуть. Многие знают, в прошлом году мы отдыхали во Флориде. Мы снимали дом с бассейном. И это вообще было классно. Классное время. Я на свой день рождения уезжала. Потрясающе возле океана провели целую неделю. В этом году мы решили поехать. Не решили, мы уже давно планировали. Решили поехать посмотреть гору, где лице-президентов. Так вот, здесь недалеко трасса. Шумно, да. Посмотрели мы гору президентов. Кроме этого, мы еще заехали, посмотрели в индейской резервации «Крэзи Хорс». «Сумасшедшая лошадь», гора. Фотографии я буду вставлять. Окей. Потом мы посмотрели башню дьявола. Сумасшедшая лошадь. «Крэзи Хорс». «Крэзи Хорс». «Крэзи Хорс». «Баффало». А, «Баффало». Потом еще мы сходили на дегустацию вин отдельное видео сделаю. Ну и так еще где-то, знаете, десяток достепримечательностей, которые я не могу вспомнить по-английски. Ну ладно, это все предисловия. К чему я клоню? Я хотела поделиться еще одной радостью. Мы всегда любим «Прайвайси». Кстати, вот видите, у нас такой большой балкон. Феликс сделал сюрприз. Он снял дом. Снял дом в таком шикарном месте. Я сейчас вам покажу вид. Так, это задний вид. Там дорога. И я приложу фотографии дома, которая была расположена на сайте. В итоге, когда мы приехали... Все готовы? Когда мы приехали, вот этот дом, который был на фотографии, оказалось, что он наш, только вон та закупилечка. И это жилье на крыше. Вот это поворот. Как Феликс сказал... Как же он сказал? Не румейты? Когда две квартиры? Не там хаос. Как ты сказал это на им? А, кондоминимум. И мы так смеялись. Я, конечно, была в шоке. Так что вот мы целую неделю провели на крыше вместе с птичками. То, что нам предлагалось на сайте. Весь этот дом вместе с входящей площадью циты. С большим балконом, который находится там. Мы туда не попали. И насладиться всем этим видом мы не смогли, если только постоять здесь. Мы смогли насладиться каким видом? Видом дороги и видом скалы. Потому что на заднем плане у нас маленькая скала. Феликс обалдел. Я тоже обалдела. И мы в таком балдежном состоянии провели весь отпуск. Но так как мы люди позитивные, мы решили из всего сделать комедию. А моего душевного состояния хватило только на час. Ну, такого пессимистичного. Вот потом это все прошло. Потому что те достопримечательности и то удовольствие, которое мы получили от поездки. Потому что, в принципе, мы же приехали сюда не жить, а путешествовать, смотреть достопримечательности. Национальный парк как-никак. Поэтому, в принципе, это все скрасилось. Вот, ну такая маленькая история у нас получилась, приключилась. Сейчас я вам покажу жилье изнутри. Так, ну какой у нас кондиционер? Все, кто американцы, все смеются в сторонке. Молча. Так, проходим. Сегодня последний день. Потому что я вообще была так занята и особо не снимала. Поэтому у нас немножечко беспорядок. Так, мы заходим в Living Room. Ну, сразу видно, что это кухня, телевизор, шумит кондиционер. Работает достаточно хорошо. Окей. Дверь. Можно увидеть сидящую Фелицию. Диван. Раскладной. Как я потом поинтересовалась у Феликса, оказывается, это жилье на 10 человек. 10 человек может здесь поместиться. Диван раскладной. Не раскладывали, ладно. Кухня. Окей. Все культурненько. Мы уже готовимся. Все на завтрак. Внимание. Спальня. Так, Феликс и чемодан. Все раскидано. Простите. Спальня. Сказали, что Queen. Но это Туинс в итоге оказался. То есть мы с Феликсом. В тесноте, но не в обиде. Татьяна Вячеславовна. Маленький комод. Который еле-еле открывается. Стульчик. Шкаф. Давайте посмотрим на шкаф. Что нам предлагают на шкаф? Для шкафа нам предлагают ничего. Сразу ландри. Потому что здесь у нас ландри. Все под замочком. Немножечко было порошка. Я сделала пару стирок. Здесь была загадочная дверь. Но она была замурована. Мы ее не открыли. Я думала, в надежде, что может быть здесь балкон. Выход на балкон, чтобы увидеть задний вид. Но ничего подобного. Такой туалетик. Туалетик достаточно свеженький. Новенький. Нормально. Нормально. А, прикол. Люди продуманные. Вот видите. Здесь написано. По НП. Если ты писаешь на эту кнопочку. Если ты какаешь на эту. Такого никогда еще не видно. Ну ладно. Такая вот задумка. Вот в такую веселую историю. Мы с Феликсом попали. Вот. Но сейчас она для меня веселая. Первый день, когда я приехала с дороги. Восемь часов пути. И когда я хотела расслабиться. В свой день рождения. Я взяла шикарное вино. Феликс. Я обязательно приложу фотографии. Феликс. Нашел здесь женщину. Которая испекла торт. С днем рождения. И когда мы приехали. Торт уже стоял в холодильнике. То есть как бы мероприятие предвкушало веселые последствия. Ну когда мы сюда заехали. Было самое интересное. Ну то, что вы видите. Мы приехали. Мы думали, сейчас мы как припаркуемся. У нас свой гараж. Во Флориде так и было. Полностью дом. Огромный бассейн. Все включено. Так же неделю мы отдыхали. Нас никто не беспокоил. Шикарно. Два туалета. Две спальни. Ливинг рум. Две террасы. Короче. Небо и земля. Хотя по ценам здесь дороже, чем во Флориде. В среднем в сутки вот такое жилье на крыше обходится 150 долларов за сутки. Я тебе говорю, ты что там отзывы не посмотрел? Или фотографии какие-то не такие были? Он говорит, фотографии совпадают. То есть внешне, он говорит, я позарился на внешние эти дома. А внутренние фотографии я не смотрела. Я, говорит, посмотрела размер кровати. Туалет есть. Комната есть. Вай-фай есть. Какие-то еще там основные причиндалы есть. Что еще надо? Посмотрел, внешний вид шикарный. А там фотографии. И вид из окна. И вид сбоку. Короче, вы все видели. Здесь вообще окон нет. Так что, вот такие дела. Вот так. Такое приключение у нас получилось. Тем не менее, отпуск все равно остался незабываемым. Впечатление полной штаны. Но вот такая обратная сторона медали нам выпала. И надеюсь, что на будущее это будет уроком. В принципе, каким уроком? Что есть, то есть. По приезду, конечно же, мы оставим отзыв об этом жилье. На всеобщее обозрение для компании. Потому что, как делается этот бизнес. Это наподобие R&B. Компания занимается. То есть, вот люди, они, я так полагаю, что внизу живут пенсионеры. Вот. Потому что мы так видели, встречались с мужчиной, поздоровались даже. Внизу живут пенсионеры. Они создали какие-то условия. Есть какая-то посредническая компания, которая занимается всем остальным. Потом товарищи просто, как собственники, получают какую-то прибыль от этого. Все вот эти промежуточные расходы берет на себя компания. Компания на себя берет даже уборку. Но я для себя сделала вывод. Во Флориде уборка у нас стоила 250 долларов. Представляете? Мы еще так удивились. Ну, он у нас в день меньше уходит, чем у нас за уборку потом. А здесь уборка была 50 долларов. То есть, включена в цену. И потом я поняла, почему. Потому что здесь хозяюшка сама убирается. И эти 50 долларов она себе забирает. А там так же компания делает. Но здесь 50 долларов компания забирает. И своих клининг-компанию свою нанимает. Так что вот, если будете, американцы, снимать, обратите на уборку, на цену уборки внимания. В принципе, это все. Еще я буду оставлять видео о некоторых размышлениях. Но по поводу поездки, по поводу неудач. Знаете, я еще вообще-то добавлю. Добавлю еще. Потому что гулять, так гулять. Если бочку меда размешивать до конца. Ложкой дегтя, да? Портить, да что уж. Отпуск был шикарный. Шикарный, но... Первая неожиданность, это вот это вот наш шикарный дом. Вторая, это не неожиданность, это стечение обстоятельств, на которые стоит обратить внимание. То есть мы воспользовались всеми достопримечательностями, которые предлагает нам это место туристическое, Северная Дакота, да. Но не всем мы могли воспользоваться. То есть около 45%, может быть 40% вкусняшек, которые мы могли бы попробовать. Мы не попробовали. То есть, например, квадроциклы, джипы, велосипеды, сплавы, рыбалку. Рыбалку мы сами дураки взяли, не взяли удочки. Но рыбалку на лодке. Мы все это пропустили, потому что не позволяет физические условия, обстоятельства. То есть с Феликса мы находимся в таком моменте, когда для нас это недоступно. Может быть, я что-то могу себе позволить, но Феликс не может себе этого позволить. Естественно, я не могу так поступить с ним, что давай ты сиди дома, а я пойду-ка там на какой-то рецепт погоняю. Хотя мне это очень сильно хотелось. Вот так что отпуск можно еще догулять. Но это прекрасный повод, чтобы сюда вернуться. Чтобы сюда вернуться, потому что есть еще чем заняться. Так что вот такой еще маленький нюансик я вам добавила. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Спасибо, что вы посмеялись и получили свою дозу сарказма от меня. Я надеюсь, вы положительно к этому отнесетесь. А с вами была Татьяна и встретимся в следующем видео. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.